Для меня сегодня очень, знаете, такое, аж воспрянул, когда я прочитал новость, что российские пограничники не пускают наемников в Украину. Российские офицеры уже ведут переговоры с этими банкформированиями для того, чтобы мир наступил на Донбассе. Но мы же с вами понимаем, что если человек собирается жить в Донбассе, или на Донбассе, как правильно сказать, то он не будет разрушать дороги, мосты, водонапорные башни, трансформаторы, если он там жить собирается. То есть это лишнее подтверждение, что это люди, которые там жить не собираются. Или они сумасшедшие. Это наемники. А те люди, которые граждане Украины, которые заблуждаются, их надо переубеждать, с ними надо договариваться, войну надо прекратить. Ведь вот даже на сегодняшний момент, после наступления мира, сколько жизней сохранили. Ведь гибли в день от нескольких десятков до нескольких сот человек в день. Сегодня, да, есть потери. Каждая человеческая жизнь бесценна. Эта жизнь отдана, ну, может быть, не зря. Но это несопоставимые потери с тем, что было вот до Минских соглашений. И вот раскачивание лодки, вот такое у меня впечатление, что в Харькове происходит такая ситуация, когда хотят раскачать, кому-то не имется, кому-то хочется, чтобы в Харькове была ситуация, как в Луганске и в Донецке. Не будет такого. Редактор субтитров А.Семкин